Русский православный церковь Русский православный церковь Русский православный церковь Русский православный церковь А когда... Она много очень хорошего, кстати, сделала. Мы говорили об этом. Не будем останавливаться. Значит, ну что ж, вспомним, что родился Иван Грозный 25 августа 1530 года. Интересно его, очень интересно для меня было, я специально посмотрел, его такое родословное дерево. Это будет удивительный куст, удивительный куст. Он сын Глинской и Василия Третьего, то есть она родила его от Василия Третьего. Причем это две ветви очень-таки богучего-могучего коренастого дуба, проросшего и на запад, и на восток. То есть по отцовской линии он потомок московской ветви Рюриковичей, не киевской ветви, не новгородской, было интересно, оказывается, существовало несколько веток вот этого лестовичного права. Даниловича. Даниловича. Да, да, Даниловича, абсолютно верно. Ну, калиты Даниловича. По сути дела, происходя от скандинавов древних, пришедших с севера, пришедших с северных пределов, еще во время ООНа, времена первых киевских князей. Ну, будем, как говорится, так сильно далеко углубляться не будем. Но Глинские, оказывается, имели свое происхождение от Мамая. И более того, они являлись и так вписаны, они в литовских летописях, весь их род Глинских, как Мамаевы детище. То есть, они были в свое время даже союзниками через всяких там Ольгердовичей, все еще при Дмитрии Данском, с Мамаем против России. И оказались князья, потомки Мамая оказались в Литве, оказались в литовских князьях. Поэтому, это такое, а это еще не все, а бабки своей, потомок палеологов византийских императоров, целой династии византийских императоров. То есть, ну, явно должен был произойти ядерный взрыв. То есть, не могло просто так быть. Такая смесь всего. Смотрите, Восток Мамай, Север Рюриковичи, Юх, Византия. Все, только еще негров не хватало. Парочку бы еще какую-нибудь там из Эфиопии древней, и было бы вообще полная гремучая смесь. Но вот так интересно слились в нем эти удивительные черты. По поводу Мамая, многие оспаривают? Ну, в общем-то, есть в этом доля зима. Несомненно, оспаривать можно, конечно, но, несомненно, родовая связь Глинских, именно Глинских. Видите, я не говорю именно самой матери, да, именно Глинских. Там могла быть и не прямая кровная связь, там могла быть какой-нибудь, допустим, двоюродный брат женился на дочери Мамая, ну, породнился, в общем, каким-то. Почему это важно? Потому что вы должны сами прекрасно понимать, что брался самый большой титул. То есть, если, например, там, я не знаю, если холоп же не мог жениться на княгине, да, и это был нонсенс. Но когда между собой богатей женились и родовитые роды, то, естественно, допустим, княжеский титул был больше любого боярского имени. И это княжеский титул оставался. Например, если вы знаете, вот, если кто знает, вот, немножко, хотя бы, титулы европейские и титулы российские, то великий князь всегда переводился как великий герцог. То есть, если, например, приезжал какой-то там польский король или посланник какого-то, то был король, круль был, да, а наш был, как великий князь, был великий герцог. То есть, у нас не воспринималось как царство или королевство наша земля, а как некое великое герцогство. То есть, у них была своя европейская этимология. А по поводу Мамая он не был ханом. Он был женат на дочери хана, и за счет этого имел титул Беклеребека. Это что-то типа генералиссимуса. Ну, ну, понятно. То есть, фельдмаршал, в общем, был. Ну, наверняка это тоже переводилось в времена Мамая. Если его не называли великим ханом, его действительно никто не называл великим ханом, но его вполне могли тоже называть великим герцогом там или еще что-нибудь на этом наподобие. Да, или даже там каким-нибудь, ну, фельдмаршалов тогда еще не было, но какое-то такое воинское... Очень высокие роды. Князям могли, запросто могли на русский язык переводить князям. Целые народы вели свое начало от вот таких вот людей. Вот помните, был такой едигей? Да, конечно. И от него пошли эти... Ногайцы. Ногайцы. Кстати, Ногайская орда именно тоже Иваном Грозным была присоединена. Абсолютно. Мы как-то ее упустили. Ведь в 30-е годы Ногайская орда набрала самый высокий свой исторический верх. Это было не просто орда, это... Это было мощное государство. Мощное практически государство. Вместе с башкирами все это присоединение с Уралом. И у них было вот, интересно подметить, у Ногайцев была одна такая функция. Они не имели своих не ханов, а вот своих мурс, у них не было чингизинов. Они брали к себе на воспитание чингизидов. И оттуда из Ногайской орды пришел наш дорогой царь Кучум, воспитанный Ногайскими князьями. Ну да, под Ермака потом хорошо пойдет. Ну, кстати, мы обязательно тоже посвятим этому. Конечно, конечно. Я думаю, даже целую передачку. Может, я сегодня пару слов скажу. Надо обязательно. Но это будет, конечно, уже чуть попозже. Но все-таки это как раз, ну, будем говорить, наши истоки. Это надо, потому что 30-е и 40-е годы в Сибири уже начинали интересные вещи твориться. Я прям буквально несколько слов скажу. Государственность государственности. Сейчас мы проходим это время. Значит, вот такая удивительная гремучая смесь была в Иване Грозном. По сути дела, номинально он стал править с трех лет. Как получилось? Ну, я уже рассказывал, как закончились дни Василия Третьего. Не будем возвращаться к его болезни и всему. Но перед смертью он благословил своего сына на царство. И что я должен заметить, он оказался очень умным и дальновидным даже по смерти своей политикам. Он понял, что у него еще оставалось два брата, сыновья Ивана Третьего, живых. Двое брата, у него было шестеро сыновей. И он понимал, что братья могут проявить претензии на престол, пока маленький его сын Иван. Вы посмотрите, что это еще отголоски листочного права. Конечно. Это до такого времени доходило. Конечно. 500 лет. Ну, как вы подумайте, Жень, подумайте, что нужно было устроить Ивану Грозному, чтобы не позволить Юрию, своему брату, прийти и занять московский трон. Что он устроил? Он устроил семибоярщину. То есть Василий перед самой своей смертью назначил семь опекунов, которым дал очень много власти, богатства и всего. Но стать царем и князьями они не могли никогда, потому что они не имели к роду великого князя никакого отношения. Получалось, пока малый Иван Грозный живой, они у власти. То есть он для них как бы талисманчик. Если бы они позволили его убить, то они никакой власти, с его смертью наследника, они теряли полностью власть. А в то же самое время первым врагом для них был Юрий, поскольку он был первый претендент на московский престол. Так вот эти семеро бояр за восемь дней разобрались с Юрием, и он Богу душу отдал. Они его и придушили, и зарезали благополучно, чем обеспечили. И Василий вроде ни в чем не виноват, и брата своего он не трогал. Но бояре поняли, что Юрий для них главная опасность. А при Иване малолетнем, они десятилетиями спокойно будут управлять российским государством. Так и получилось. Но они, конечно, убив Юрия, и сами друг дружкой занялись. Не Андрей, а Юрий. Юрий, да, Юрий. Андрей был еще младше. Еще младше. Да, Андрея тоже убили. Да, потом уже попозже, при Глинске. При Елене Глинске. Ну да, а это еще, конечно, он еще, наверное, говорить не умел, Иван Грозный. Три года ему это все происходит, маловерно. Андрея тоже потомщик. Восемь дней со дня смерти Василия они уже разобрали быстро и поделили. Это же они, какие мозги были у людей. Они быстро интрижку разобрали при Дворцову и поняли, чья власть будет и чьи деньги. Это у нас любят говорить, что люди были безграмотные, тупые, там или чего. За восемь дней я не разобрал. Это интриги, это очень. Да, мгновенно. Еще Софья Палеолох их там подучила, наверное. Они быстро с ним разобрались. Быстро все. Вот, поэтому так получилось, что они стали гарантом того, а вот если бы пришел бы кто-то из дядей Ивана Грозного, то вероятнее, скорее всего, Иван Грозный бы никогда бы не стал бы царем. Потому что они бы всячески придумали, как бы от него избавиться, чтобы их сыновья стали после них. И, скорее всего, что даже если бы они временные опекунами были или еще чего, все равно они бы ему не дали дожить до совершеннолетия. И вот, но бояре-то власть захватили и ничего Ивану сделать они не могли. Потому что он был единственной гарантией их власти. Нет Ивана, кто бы их, никто бы им, они не могли бы никак легитимизировать свою власть. Кроме того, Глинская с любовником. И началась при дворе сильная заварушка. То есть, постоянно происходили какие-то убийства при дворе. Целых, наверное, приблизительно, ну вот даже после смерти еще Глинская, еще ее брата убили. В общем, продолжалась эпопея этих дворцовых убийств, наверное, приблизительно лет 10. Вот если мы сейчас посмотрим, в каком году отравили Глинскую у нас получается. В 1938 году. Да, в 1938 году Глинскую отравили. А в 1934 году Бельский и Ляцкой бежали в Литву. То есть, вот это вот о том, что мы говорили, вот эта семья Боярщина, которая, они когда убрали конкурента, они не могли между собой власти деньги поделить. Было бесконтрольно. Глинская с любовником, эта вся семья Боярщина нажраться не могла. А Василий умер, они властью не могли насытиться. Ну, естественно, каждый друг дружку старались подвинуть. Тут же они двинули Митрополита. И это было, в общем, Тониила. Значит, что еще, чем вот, что еще произошло. Значит, в 1938 году они отравили Глинскую, а в 1939 году еще было отравлено несколько Бояр из этой всей группы. Ну, там брат еще Глинский был. И это были все детские впечатления Ивана Грозного. Представляете, вот он в 4 года, значит, вот эта заварушка с Бельским. Он еще мало, может, что понимал, но все равно уже. Я, например, помню, как меня крестили. Ну, 8 лет уже после смерти матери. Да, 8 лет после смерти. И все помнил. Да, смерть матери наверняка для него была вообще ужасной, поскольку он... Мать любила его, и это нельзя сказать, что она была для него чужим человеком. Нет, для него это была страшная потеря. Он даже где-то пишет, что две потери было в моей жизни больших. Это матери моей смерти и митрополита Макария. То есть, вот это у него были такие два самых близких человека в жизни. Значит, что произошло дальше? А дальше происходит потихоньку, под всеми этими дворцовыми переворотами, под всеми этими заварушками и свистюшками наступает 1545 год. И в 1945 году Иван Грозный практически самостоятельно начинает управлять государством. И вот эти все... память его оказалась очень крепкой. Он, во-первых, был мудрый, очень грамотный, очень толковый, очень сильный человек. Ему хватало ума не дразнить бояр, пока он понимал, что они могут его отравить как мать. Что они могут устроить ему какое-нибудь неожиданное падение с колокольни. Или еще что-нибудь в этом роде. И ему хватало ума, он их не... бояр этих всех не трогал, пока сам не пришел. В 1943 году, в 13 лет, он впервые отдал приказ... Это было, да, такое единственное исключение. Исключение. И казнили... слуги казнили Шуйского. Но это, опять же, некоторые историки оспаривают, что... Тоже оспаривается факт, но... Что без него так получилось. Так же, как и оспаривает факт отравления. Некоторые говорят, что было отравление, некоторые нет. Но можно честно сказать, что все это было связано с вот этим товарищем, как же его, Боленским, который был любовником. Обчина, Оболенский. Телепнев, Обчина. Да, 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 да. Телепнев, Оболенский. Все это было связано с ним. И почему-то, видимо, он какие-то проявлял тоже там такие амбиции. Ну, естественно, все это было... Ничего хорошего с этого не было. Точно, знаете, так же было, как было у... Между Соломоном и Давидом. Соломоном и... Между Яиром и Соломоном. Дело в том, что у царя Давида было несколько сыновей. И вот от Версавии, который он забрал, поубив Фурию, военачальника, родился Соломон. И в любви и в страсти он когда-то пообещал ей, что ее сын будет царем. Видно, так ему было хорошо по молодости, любовь такая была, он пообещал. И когда Давид уже был при смерти, то хитрые военачальники и прочие всякие люди начали уже короновать Яира, короновать его царем. И об этом узнала Версавия. Она пришла к Давиду и говорит ему, вот ты еще жив, а там уже новый царь есть. И Давид собрал последние силы, и это празднество пиршество пресек. И помазал сына своего Давида на царство. Соломон. Соломон, да. Соломон помазал своего сына... Ой... Давид своего сына Соломона помазал на царство. И это было принародно, и он заставил всех присягнуть. Старший же брат боялся страшно этого всего и думал, что казнит его Соломон. Он сказал, если ты не будешь притязать на царство, я тебя трогать не буду. Но прошло время, и старший все равно не мог отказаться от своих притязаний. Что он сделал? Он попросил себе одну из наложниц отца. То есть, как бы самую любимую жену отца. То есть, свою мальчику попросил себе в жены. Вот здесь вот тоже нечто такое. Потому что жену бывшего царя, да, себе. И все. И после этого Соломон его казнил. Просто казнил. Поэтому, вот здесь была точно такая же интрига. Правда, не в еврейском царстве, а попозже, в нашем российском. Но сущность претензий на власть и семейных отношения оказалась та же самая. Ближайшее окружение сподвигает. Да, конечно. Конечно, ничего другого здесь и совсем не было. Значит, что произошло дальше? А дальше наступает у нас... Все эти заварушки, естественно, двигали митрополитов. Один был чей-то ставленник, другой другим не нравился. Шуйских этого казнили. И митрополит Даниил полетел. И, в общем, стал вопрос, что же делать. Одного, пять митрополитов сместили. Сафа, Даниила, Симеона. Мы уже с вами говорили, что эпоха русских, как папы, травили постоянно. Борджио там травили. Одного другого кардиналы папу сменялись каждый месяц. Так и здесь. Здесь у нас такая вот эпоха закончилась. И пришел интересный, очень интересный человек. Это митрополит Макарий. 1542 год. Причем митрополит Макарий прожил долгую-долгую жизнь. Знаковая фигура нашей истории. Таковая очень история наша личность. К сожалению, я и много хорошего, и много плохого могу о нем сказать. Дело в том, что мне очень не нравится, конечно, что он был последователем Иосифа Володского. И поэтому, видно, он был толковый человек. Но зато, с другой стороны, был очень толковый, грамотный человек. Поэтому тут есть плюсы и минусы свои. Он, именно он, помешался к реализации церковных земель. Если бы не он, то, может быть, совсем вообще по-другому все было. Еще при Иване Грозном. Значит, родился он в 1482 году. То есть он старше Ивана Грозного, получалось, на 17 лет. В 1482 году. Какие 17? А сколько? 20? 30 плюс... Не, не, не. А, да, 20. На 48 лет старше. На 48 лет старше. Значит, он был из боярского богатого рода. И был назван в честь Архангела Михаила. Был крещен в честь Архангела Михаила. Далее, кстати, мы с вами посмотрим. Там будет интересная такая избранная Верховная Рада. Как у Хохлов сейчас эта Рада. Это был такой совет, который помогал царю управлять. Так там были одни Михаилы. Там из 7-6 человек было 4 Михаила. Значит, а умер он, скончался в 1563 году. То есть, получается, 81 год прожил. Ну, ничего. Да. По тем временам, такие старцы по 80 лет, это была огромнейшая редкость. Если тот же самый Грозный прожил там всего 53, почти 54 года, да, то этот прожил 80, на 30 лет больше прожил. Значит, что нам о нем известно? Известно мало. Известно, что он был игуменом в Ажайском. Рождество было грудится по Фнутевско-Боровском монастыре. Известно, что отец его Леонтий был боярин, богатый и зажиточный боярин, а мать его в монашестве Ефросиния. Сам он пришел по смерти отца и постриги матери, он пришел вот в этот Пафнутевско-Боровский монастырь, который в свое время, в котором был Иосиф Володский. Причем так получилось, что как раз в это время Иосиф Володский ушел оттуда уже, а он туда пришел. Но сам дух Иосифа Володска и его книга про святитель была для Макария всю жизнь чуть ли не самой святой книгой православия. Значит, в 1526 году, буквально год, побывший в Можайске, Игуменом в 23-м году, нет, в 23-м году он стал Игуменом, а в 26-м архиепископом, через три года он стал архиепископом Новгородским. Причем, вот этот Новгородский период его, он столько успел сделать, что Новгородский епарх изменил вообще лик Новгородской епархи. Мы с вами как раз говорили, что этот период покромсал Василий III изрядно великий Новгород, все эти пострадавшие посадницы и прочее, 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 все остальное, видимо... Дух Марфы Борецкой уничтожен. Да, дух Марфы Борецкой был уничтожен, но митрополит занялся новой идеологией для Новгорода. Во-первых, вот чем уж он сделал, было... Значит, у него, он был как сторонником Иосифа Володского, вы должны понять еще одну интересную вещь. Вот сейчас я вам скажу, мы еще об этом, как бы, не уточняли эту вещь, что все сторонники стяжательства были из общежительных монастырей, то есть, где монахи жили вместе в отдельных зданиях, имели много земли, имели много рыбных угодий, все вместе работали, вместе молились и так далее и тому подобное. А вот все нестяжатели, нестяжатели Нинсорский и потом все эти волжские старцы, они все были из киновий, из монастырей скитского образа, отшельнических монастырей. То есть, там не было имущества, там они в основном жили в всяких пещерках и землянках, у них не было общих земельных угодий, у них не было общих рыболовных промыслов. Про образ старообрядческих скитов. Да, абсолютно верно, такая скитская жизнь, тем более так, это, как вот вы знаете, есть два основателя великих древнего монашества, кстати, Макарий тоже был крещен, принял монашество с именем Макария Великого, это один из величайших древних египетских монахов. Так вот, есть два основателя Антоний и Феодосий, египетские, великие. Антоний основал вот это монашество, которое скитское, рассеянное по пустыням, а Феодосий ввел первые общежительные монастыри, потому что, конечно, жить одному гораздо труднее, чем толпой, скопом жить. Жить вместе гораздо проще, особенно людям, кто уже постарше. Всегда найдется кусок хлеба. В молодости-то вроде незаметно, а с годами видно, что толпой легче отца побить. Одному сложно, а если толпой напасть, то можно и поколотить. Что он сделал? Было всего четыре монастыря общежительных и двадцать скитских. И вот Макарий, чем он примечателен? Он понял, что с монахами воевать нельзя, потому что разбегутся по лесам, долам, и что где-то их будешь там искать. И вот он на протяжении нескольких лет ездил по всем монастырям и убеждал игуменов перейти на общежительную форму. И к его, когда он уже переехал в Москву в 42-м году, уже было из 24 монастырей 18 общежительных и 6 скитских. То есть он все, а это сразу деньги в епархию, это сразу в метрополию, в архиепископию огромные богатства. И монахи в рабы превращаются, сразу в церковные рабы. То есть они молятся, дотрудятся, вот все, что монастырь заработал, архиерей забрал. То есть он вот таким мирным способом убеждения уничтожал дух Невосорца. Да, абсолютно верно. Причем его политика была правильной, потому что, если бы я уже говорю, если бы он попытался их придавить, каждый бы вспомнил Невосорского, и все бы разбежались по скитам, и никто бы их не нашел. Как в нашей тайге, попробуй найди, куда можно до Камчатки бежать, и никто не найдет. Тем более северами, там не было никакой Орды, ничего там вообще в помине не было. Можно было так по северу туда идти, и идти себе только, главное, через реки Великие. Это очень важно. Почему? Можно я обращу маленькое внимание? Это очень важно. Посмотрите, вот в какое время, за сто с лишним лет до Великого Раскола, уже намечался вот это вот основное разделение церкви. Понимаете? Оно, мне кажется, началось намечаться со стригольников. Да, это уже было понятно со стригольников. А самое еще первое началось, оно оформлялось все больше и больше. А самое первое разделение началось вот с той симонии, когда начали с попов брать гривну за плату за хиротонию, за рукоположение. Но оно все больше и больше обрастало, и трещина в самой церкви становилась все больше и больше. Что-то правильно сказали. Она остановилась еще за сто лет, уже прямо видно ее, эту трещину. Вот тебе Иосиф Володский, вот тебе Нил Сорский. Значит, что произошло дальше? Еще интересна его работа по собиранию всех святых русских книг. То есть Макарий, будучи архиепископом новгородским с 1926 по 1942 год, занялся собиранием все, что было переведено на русский язык. Он собрал 12 томов житий святых, которые были на Руси, чьи-тиминеи, так сказать, свои знаменитые. И еще его большой труд он собрал не только жития святых, но и труды всех переведенных святых отцов. То есть туда, в эти чьи-тиминеи, входили всякие чтения таких богословской литературы. Это уже, это просто крайне необходимо было для царства. Нужны были грамотные люди. Нужны были грамотные люди. Они должны были быть подкованы и с богословской точки зрения тоже. Семьбоярщина думала, кого же и как в 1541 году он закончил течи-тиминеи, а в 1942 году стал вопрос, кто же будет митрополитом. И вот его как верного последователя Иосифа Володского предложили на московский престол. 19 марта 1542 года при очень усиленной помощи шуйских, если бы не шуйский, не был бы он ни в жизнь никогда митрополитом. Они приложили море усилий к тому, чтобы он взошел на этот митрополитический престол. Но их выбор оказался неправильным. Через год он их просто предал и отказался от них, от всего. И еще причем перед царем. И получилось так, что шуйские получили и в хвост, и в гриву. Их сожрали глинские. Их сожрали глинские, да. И ничего им не помогло. Даже митрополит понял сразу быстро, на чью сторону надо встать. И все, и так это дело закончилось. Дальше. В 1547 году. Иван Грозный. Еще будучи не Грозный. Ну да, это еще, да. Иван Грозный. Значит, 23 декабря 1947 года. Это значит, это как раз, вот что интересно, в 1947 году произошло еще одно очень серьезное событие в жизни государства и царства. Москва сгорела. 25 тысяч домов сгорело. Все сгорело. В общем, это тоже было впечатлением для царя, конечно, невероятнейшим. Потому что, ну, пепелище от огромной, прекрасной, красивой столицы не могло вселять хорошее впечатление. Не могло наводить на хорошее впечатление. И вот к самому концу года, как раз это, царь был, уехал в деревню Воробьева. Вот это как раз там, где сейчас университет на Воробьевых горах. И 13 декабря царь пригласил к себе митрополита Макари и сказал ему, что хочет принять помазание. Митрополит сам сначала смутился, потому что для него это было вновее, еще даже, по сути дела, не было. Вот только, помните, царевича Дмитрия, которого там тоже особым образом возвели на царство, то есть помазали на царство. И митрополит Макарий, ну, это легло ему сразу на душу и на сердце. И он был сторонником, вот это, вот знаете, как бы, Ивану IV хотелось царство, наследство императоров. А митрополиту Макарию получалось, как бы, родение у древней православной церкви. То есть он, как бы, становился наследником византийской традиции. И оно легло ему на сердце. И вот 13 декабря царь выразил такое желание, а уже 16 января состоялась коронация. Можете себе представить, что это было? Во-первых, написать чин надо было, венчание на царство. Ну, не было никакого. Он пишет особый, торжественный чин венчания на царство. Макарий. Да, Макарий. Сам лично пишет. Ну, тем более, там же, он Четиминея писал, что он там не напишет чин венчания на царство. Его, кстати, этот чин венчания на царство, ну, он в чем-то похож в чин возведения в митрополиты, патриархии. Значит, также были сделаны специальные троны, которые были поставлены, был трон, который был поставлен в центре Успенского собора Московского Кремля. И точно так же, кстати, вот, царевича Дмитрия, я тоже не помню, то ли 14-го, то ли 16-го января, карнавали тоже, это тоже, 16-го января, было приглашено все духовенство, епископы, какие были в пределах российских, все бояре, князья, какие еще было, все, 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 все были приглашены. И при особом торжестве, при огромном стечении народа, кстати, Иван Грозный всегда отличался тем, что кормил, поил, народ устраивал пиры и открывал всякие винные погребки, из которых пил и всякое медвяное пивко пили. И, значит, как это произошло? Царь стоял в центре храма на возвышенном месте, особый чин молитвы, литургия, как было сначала, подготовка к литургии, проскомидия совершилась. По окончании проскомидии были прочитаны особые молитвословия, принесены были царские одежды всякие священные, что-то вот барма, знаете, царь такой носит вокруг шеи. Эта барма была возложена первой на государя, после этого на него был одет крест, сделанный, ну, это по преданию, конечно, не будем врать особо, это я сомневаюсь очень, ну, из креста Христова, представляете, из креста Христова был крест сделан на государя, это же все видели, что из древа Господня сделан. Ну, крест животворящий. Да, крест животворящий, и он был одет на Ивана Грозного, и после этого, значит, ему были даны держава и скипетр, и последний был возложен на главу его шапка Мономаха. После этого начиналась Божественная Литургия, в процессе которой на Великом Входе, как на Хиротонии, прямо тоже священнической, в царских вратах, было совершено помазание миром освященным. То есть царь становился помазанником Божьим, то есть совершилась очень такое вот, ну, высокоторжественная идея, что Москва, Третий Рим, нашла свое полное осуществление вот в этом удивительнейшем... И государь был венчан на царство. Да, и государь был венчан на царство. Это так и имелся. Есть, знаете, тут я вам тоже сейчас немножечко поясню, вы поймете, как бы, союз Христа и церкви уподобляется браку. Точно так же уподобляется союз царя и его державы, то есть, да, женат как бы на России, то есть, женат на царстве российском. Значит, что еще сделал такого великого, интересного, сделал митрополит. Значит, митрополит Макарий отличился тем, что он не особо устраивал преследование. И если он устраивал соборы какие-то, то вместо того, чтобы кого-то судить и гонять, вот это его большой плюс, кстати. Ему хватило ума с игуменами не переругаться со всеми, а добиться своего спокойно и мирно. И тут ему тоже хватило ума, он собирает соборы, на которые приезжает куча злопыхателей всяких. Кстати, окончательно победила на Стоглавом соборе чуть попозже, победила партия Иосифа Володского, она взяла верх на нем полный. А вот соборы 47-го и 49-го годов, как и осифляне не пытались опять вернуться к судам над всякими заволжскими старцами и прочее, все, Макарий не позволил. Знаете, как он хитро выкрутился? Он начал массовую канонизацию русских святых. И как только открывали рот, что там надо того наказать и этого судить, он сразу говорил, так, пишем жития святых такому-то русскому митрополиту и служим завтра ему службу. И всех говорунов на причастие в Успенский собор. Им они служили до такой степени, он их доводил богослужениями до изнеможения, что они уже ни к кого не хотят. Службы были сутками, всеношные сначала, потом полуношницы, потом кормили через раз, и, в общем, посты были всякие. И он их довел до того, что они только думали, как бы свалить бы побыстрее из Москвы, да. И вот они писали иконы, писали жития святых русских и не занимались никакими судами. А вот Стоглавый собор в 1551 году, он все-таки не смог его полностью удержать, как бы под властью. И есифляне победили полностью. И иначе бы вопрос стоял о секуляризации земли. И Иван Грозный бы землю забрал бы, конечно. Да, он бился за это. Да, он бился за это очень сильно, но Макария, он не решился ругаться с Макарием. И именно своей властью и своей волей Макарий отстоял этот вопрос. Им секуляризация земли не произошла. Но Иван Грозный все-таки настоял на том, чтобы без его ведома больше в ведение церкви землю не передавали. Да, да, абсолютно. Он закрепил это еще и в судебнике своем знаменитом, в котором холопы были закреплены. Кстати, он действительно, Иван Грозный 100% не утвердил крепостное право. А крестьяне все-таки имели право переходить одного госповещика к другому, но он такие выкупы и так... Выход увеличил в два раза. Два раза, потому что, так же интересно, территорию российской земли он увеличил в два раза. При нем было 2,8 при Василии миллионов квадратных километров, а по смерти Ивана Грозного уже было 5,4 миллиона. Надо отдать ему должное, он работал только на государство, только на интересы государства. Это мы сейчас пока закончили коронацией. Земли церковные ему нужны были для чего? Для поместной дворянской конницы, чтобы их помещать. А, да, вот кстати. Для создания армии. Кстати, он пошел по простому принципу рыцарскому, европейскому, феодальному рыцарству. Каждый там кнехт должен был иметь несколько холопов, лошадь, сбрую, оружие и так далее и тому подобное. Это было очень неэффективно, нерегулярно, бестолковая армия. Собирать ее там, это была очень-очень-очень сложная проблема. А когда вот система реформа, которую провел, он много реформ провел, земельную реформу там и прочее, прочее, прочее. Именно реформа военная показала, что государство может огромную армию содержать, а следовательно давать по зубам своим соседям. И соседям, помните, как посади его на спицу, и он стеречь твоей границы, будет он и день, и ночь. И когда, если с какой стороны враг, то туда он три раза повернется, обернется, закричит кукаряку, царству и лежа на боку. И когда вот этот золотой петушок начал петь на шпиле, который посадили его, то сразу и соседи присмирели, воевать уже не смели. И действительно, мы потом дальше еще немножко... Соседи обалдели от того, что появилось рядом такое ниоткуда вдруг огромное царство, готовое выставить огромную армию. Да, и способное содержать эту огромную армию, да. Значит, в 1560 году царь разогнал эту избранную раду. Причем всех подверг репрессиям, кто там был. Единственный, кто не пострадал, это был митрополит Макарий. Макарий он очень любил, уважал и не подозревал его ни в каких изменах. Но вот уже с этого периода, где-то 1560 года, страхи этому в боярах и об отравлениях не оставляли его уже до самой смерти. В декабре 1563 года митрополит Макарий пригласил к себе царя, будучи уже 81-летним старцем, и объявил ему, видите, насколько было интересно, он не просил у него разрешения, а просто объявил ему, что уходит по немощи своей, не спрашивая разрешения. Была еще церковная свобода, которая последним митрополитом Филиппом кончится. И уже будут попы себя по-другому вести. Он хотел опять уехать в этот же Павнутиев монастырь, но царь пришел уже со своим сыном и умолял его, там на колено преклоненно, остаться. И все, он отказывался, но так уж он его просил, что 21 декабря митрополит Макарий таки согласился остаться. Но человек предполагает, а Бог располагает. Недолго. Да, через 10 дней, прямо 31 декабря, последний день 1563 года, он скончался. И уже 1 января 1564 года был похоронен в Успенском соборе Московского Кремля. Что хотелось бы сказать в совершении. Опять же, вспомним партию Иосифа Володского. Победа ее продолжается до сегодняшних дней. Потому что, как и Иосифа Володского канонизировали, вот буквально там чуть, несколько лет назад. Не канонизировали его, отпраздновали его память. И канонизировали память. А канонизировали мы что-то разбирали где-то в 1500-1600. Ну, я имею в виду, что, да, торжество. Ну, да. А в наши годы... И вот отпраздновали его канонизацию. Отпраздновали его канонизацию, да. И вот митрополит Макарий был канонизирован к дню тысячелетия Крещения Руси в лике митрополитов, святителей московских, в 1988-м. То есть, в это время церковь русская православная становится иосифлянской. Да. А через сто лет она еще добавится никонианской. Еще никонианской, а потом еще и Петропервинской. Ну, синодальная. Синодальная, да. То есть, некоторые говорят, что никонианская. Да, никонианская. Ну, не надо забывать про Иосифа Волонского, который дал такое направление огромное, как вы называете, правильное, в принципе, называется, стяжателем. Служателем. Да, то есть, то, что под монастырями, под церковью находится огромное продолжает богатство, которое они накопили еще во времена татарского иго. Благодаря своим тарханным... А, еще на этом соборе Иван Грозный добился отмены тарханных грамм. В конце концов. Только на этом соборе. Представляете? То есть, он отменил их... Что их... Свободу. Свободу от налогов, да. Он отменил это полностью. Он не брал налоги, но монастыри должны были от своих земельных владельцев... Что-то предоставлять государству, что-то предоставлять. То есть, вот это... А Петр Первый потом уже и архиерею заставлял флот строить. Да, да, да. Так что дальше пошел. Я к чему говорю? Вот эта вот Иосифлянская церковь, она пошла на что? Она пошла на полное служение своему государю. Но за то, чтобы им сохранили все свои богатства. Вот. Вот этот дух, идея, он никуда не делал. Да, он остался, и идея осталась в жизни. Недавно Владимир Владимирович Путин, когда ему сказали, что нужно отдать 3 миллиона гектаров земли Русской Православной Церкви в Черноземье, он сказал, не будем заниматься коммерциализацией церкви. Ну, каждый правитель в России сталкивается вот с этим. Именно с этим ненасытность вот этой системы РПЦ, она сталкивается с интересами государства в конце концов. И вот тогда вот как раз Иван Грозный очень жестко столкнулся с этой системой Росифлянской. Ну, мы как раз с вами продолжим в следующий раз, вот что же было после интронизации, после помазания царя на царство, и как изменилась благодаря этому история нашего Отечества. Кстати, при Иване Грозном 5,4 миллиона квадратных километров, а сейчас даже после всех обрезаний Казахстана и Украины всего больше 17 миллионов квадратных километров. Ну, я обещал немного поговорить о Сибирском царстве, буквально несколько слов. Потому что, не надо забывать, что огромная территория Сибири, она приближалась, она не то, что была Ермаком, она уже приближалась в нашу сторону. Когда в 52-м году, тем более, когда заняли Казань, устранили Казанское ханство, потом Астраханское ханство, и действительно, Иван Васильевич, как раз будет после уже... Он только тогда подтвердил свое звание царя. Нет, вы знаете, вот насчет этого мы... Он подтвердил звание царя, ему надо было устранить эту чингизитскую остаточную власть. Такая интересная была заварушка по этому поводу вообще всех времен и народов. Ну, ладно. Значит, он сразу потребовал от всех считать себя императором Цезаря. Причем некоторые, такие как Константинопольский патриарх, они сразу признали все его притязания. И еще его отца, император Максимилиан Первый называл императором Цезарем. Василия Третьего. Тем более, да, тем более, теперь он стал императором. Все признали, все ханы, турки и практически все европейские страны тут же изменили отношения. То есть, он стал, по сути дела, европейским императором. А, кстати, вот еще одна вещь. По принципу митрополита Московского и всея Руси осталось в титуле вот это тоже великого господина Московского и всея Руси. То есть, императора. То есть, всех русов. Если греческие императоры были всех византийцев, греков, то тут было вот всех русов. Единственные, кто оказал сопротивление в этом все деле, оказались римские папы. Папы считали, что они только могут раздавать короны, вот, владителям земным. И императору не может быть два-три, там больше, надо один только быть император. Но и самое главное, что поляки сразу ее тоже поддержали пап. И Сигизмунд пишет папе, что если ты позволишь ему быть цезарем, то есть императором, то Молдавия, Валахия и Литва уйдут все к нему. Потому что он всея Руси. Потому что он император. Всея Руси. Все от Польши уйдет. Ведь Русь. Славян, то есть всех славян. Ведь Русь-то имеется в виду вообще вся старая Русь. Поэтому поляки не признавали, даже там, по-моему, Романовых еще царями не называли. А папам-то, конечно, это было все по боку, ну так, для общей видимости. А вот поляки долго не признавали нас. Даже когда потом Лжедмитрии пойдут, то надменный польский король, уже занявшего Москву, Лжедмитрия даже великим князем не называют. Просто князем называют. Не то, что там императором, даже после всех помазаний, всех славян все равно только князем называют. Вот так. Так до сих пор они нас и любят. Ну ладно, тут интерпретация такая, что некоторые говорят, что присоединение именно Казанского и Астраханского ханства утвердило и усилило это с вами. Это несомненно, потому что государство два раза больше стало. И вот о сибирском. Это не требовалось ему, он все равно был царем. Ну естественно, конечно, площадь растет, ханствами прирастает. А хан был именно равноценен как император. И вот у нас царство сибирское завитало где-то там за горами, за камнем. А ведь русские ходили еще и при Василии Третьем за камень. В Югру, сейчас вы знаете, банк Югра там разваливается. Называли Югра, за камень там сходить. И там происходила такая борьба. Борьба между родами ханскими. Была местная династия Тейбугинов. Она не имела отношения никакого к чингизидам. И они постоянно боролись с чингизидами. Свои, свои местные. У них там были какие-то родственные завязки. Они никак не могли поделить власть. То одни проправят там несколько десятилетий, то другие потом их свергнут и начнут отправить вот так вот. Нормальный естественный отбор. Все-таки Тейбугины победили. И вот в эти времена, о которых мы сейчас говорим, как раз вот произошло что? Там правили два брата Тейбугинского рода. Один Едигер, а второй Бекбулат. Два князя. А, ну Бекбулат, как его? Ну, Тейбугин. Ну, ладно. Сейчас, секундочку, секундочку, секундочку. Симеон Бекбулатович. Это его уже сын, да? Вот Симеон, это тот, который поставил потом Грозный на себя? Нет. Нет, не тот. Это Касимовского он поставил. Ну да, Касимовского. Нет, был другой Бекбулат. И причем этот Симеон Бекбулатович в 75-76 годах был великим князем в Москве. Это другая история. Нет. Вот два брата сибирских Тейбугины, вот и в начале 50-х годов туда, из Ногайской Орды, приходит Кучун с огромной военной поддержкой. И он этих двух братьев казнит. Освобождает себе территорию. И тех татары, которые говорят, что вот такой сякой Иван Грозный со своим Ермаком пришел, нас порубил. Нет, ребята, сначала пришел из Ногайской Орды Кучун с понятным направлением, чтобы поставить Сибирь под турков. Ведь тогда турецкая экспансия была огромная. Под Крым, наверное. Ну Крым уже был вассалом турков. Турки распространяли свое влияние. Во-первых, на Крым. Ну да. Потом через своих вот ставленников. Да, зарождение Исламской империи. Да, да, да. Зарождение Исламской империи. И он очень жестоко Кучун расправился со всеми несогласными. Поставил свое жесткое ханство со своей столицей Искер, на Тоболе. На Тоболе, да. Да, рядом с Тобольском и начал там свое правление. Он был такой довольно мощный организатор. Очень мощно устроил города. Ну, укрепленные крепости, скажем так. Не города, конечно, крепости стояло. На города он не хватило, да. Для подчинения племен вот этих вот огромных, огромных территорий. И Кучун подчинил огромные территории. И не даром он даже в легенды русские вошел, как сибирский царь. Он был из рода чингизидов. И имел право называться царем. Ну да, поэтому раз потомок Чингисхана, да. И вот маленькая предыстория для того, чтобы потом поговорить о деянии Ермахара. Хорошо, мы обязательно в следующий раз затронем эту сибирскую эпопею. Эпопею, и покорение царств. Не будем, да, это все есть, конечно, в научной истории, но сказать о наших смыслах надо. Нет, 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 нам важно с вами осмотреть это как каноническую территорию, расширявшуюся православной церкви. То есть, с точки зрения митрополии, с точки зрения потом уже патриаршества и прочее. Кстати, она никогда не называлась русская, она называлась, да, российская. Никогда она не была русская. Русская это уже какое-то ограничение, такой русский и все. А российский всех включал. Ну, с наилучшими пожеланиями всем, с добра и всяческих благословений. Спасибо.